Классическую с иголками или современную с цветами. Какую елку выбрать, решает сущенка Анна Котова. Говорит, качество приятно удивило. Искусственные деревья почти не отличишь от натуральных. Новогоднее настроение появилось. Хочется выбрать новую елку деткам. Ну, мы, наверное, классическую возьмем. Продавцы говорят, сейчас в моду входят так называемые деревья сакуры. Они очень красиво смотрятся во дворах домов. Цена всех праздничных деревьев от нескольких сотен до десятков тысяч. Однако цены покупателей не смущают, уверяют реализаторы. Горожане активно закупаются. Уже с 1 ноября уже покупки производятся новогодние, потому что надо украшать магазины, надо украсить территорию свою. Символ следующего года – коза. В магазинах продается во всех видах и вариациях. Украшений тоже на любой вкус и кошелек. Есть все, чтобы декорировать любое помещение, насколько хватит фантазии. Шарики, елочки, мешочки. Все это разнообразие наверняка пригодится тем, кто решит участвовать в новогоднем соревновании по украшению зданий. В городе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Состязаться могут все желающие – от владельцев частных домов до сотрудников госучреждений. На сегодня заявлено беспрецедентное количество туристов, которые должны посетить. Они выбрали наш город для проведения новогодних праздников. И от нас с вами зависит очень важный главный результат, который мы должны получить. В результате весь город должен засиять огнями. Самые замысловатые пока – витрины магазинов. На их оформление хозяева точек не пожалели ни денег, ни фантазии. Первыми окунулись в предпраздничную суматоху крупные торговые центры. Зеленые красавицы здесь возвышаются с ноября. Уже украсили и главные достопримечательности города-курорта. По-новогоднему выглядит вход в Дендрарий. Всего в Сочи будет наряжено 24 дерева. Одну из главных новогодних елок установили в парке Ривьера. Здесь у нее еще 39 соседок поменьше. Новогодних красавиц рассредоточили по всей территории. Вид у парка уже сказочный. Атмосферу создают и праздничный антураж, и веселые обезьянки в костюмчиках, и аттракционы, и музыка. Попав сюда, понимаешь, Новый год уже не за горами. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».